Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Продолжаю серию про кризис, о том, можно ли его предусмотреть. И сегодня речь пойдет о дефолте 1998 года. Я хочу сказать, что дефолт 1998 года абсолютно точно можно было предусмотреть. И можно было предусмотреть все последствия этого дефолта буквально за полгода до того, как он случился. Даже раньше. И это просто надо было использовать. Но воспользовался ли я этим? Ну, в общем, так сказать, деньги я сохранил, но не приумножил, к сожалению. И сейчас я расскажу, как можно было его предусмотреть. Итак, предыдущая история, предыстория такая. Я уже рассказывал о том, что, значит, первый кризис, с которым я столкнулся, это кризис, ну, переход от системы социализма к системе капитализма. Вот, давайте вернемся еще раз к графику. Вот, стоимость нефти. И смотрите, при Брежневе вот уже застой, уже все понятно, что Брежнев престарелый. Вот, и тут вот уже сейчас прямо официально признают, что США, Саудовская Аравия договорились о том, что Саудовская Аравия начинает бешено производить нефть с тем, чтобы стоимость нефти упала, чтобы Советский Союз упал. И тогда все рухнет, вот, что, в общем-то, и случилось. Значит, вот здесь вот наступает дефицит, Брежнев престарелый, потом Брежнев, здесь уже талоны вводятся, то есть вообще распределительная система, денег в стране нету. Вот, платить пенсии надо чем-то. Вот, дальше Андропов нефть продолжает падать, Черненко нефть продолжает падать, Горбачев, а нефть продолжает падать. Горбачев что делает? Тут рушится где-то, не помню в каком году, Берлинская стена, значит, система стран социализма разрушается, разрушаются экономические связи, это еще усугубляет экономические проблемы. И, значит, в бюджете денег нет, и, значит, вот после путча Горбачев уходит, приходит Ельцин. Ельцин, что делать? Денег-то в бюджете нет, все экономические связи разрушены, предприятия, ну, буквально вот стоят и простаивают. Что делать? И Ельцин сначала отпускаются цены, смотрите, отпускаются цены, ну, я говорил уже, что в каком-то там вот меня поправляли, году Павловской, вот это вот, обмен денег с изъятием, в общем сказать, там много денег сразу так, у населения, те, кто в наличке держал, эти деньги пропали, вот, ну, это были небольшие суммы. Ну, Гайдаровские реформы, включается печатный станок, включается бешеная инфляция. Что такое бешеная инфляция? К чему она приводит? Она приводит к тому, что сбережения, которые были у населения на счете, ну, на счетах Сбербанка, который был государственный банк, их уже не было, в общем-то, в банке, потому что государство и так уже их забрало. Вот, ну, а теперь надо было это дело просто буквально легализовать, то есть инфляция съедает абсолютно все сбережения граждан, все, у граждан нет денег. Вот, и следующий этап, ну, что делать? Вот, что делать? Ну, тут свобода полная и так далее, вы помните, финансовые пирамиды, потом кое-как эти финансовые пирамиды как-то закрываются одна за одной. И правительство Черномырдина думает, блин, где взять деньги? Запад дает деньги только в обмен на, говорит, давайте вы нам нефтяные скважины свои, все, так сказать, все недра будут наши, мы вам дадим деньги. Прямо вот ситуация один в один сейчас, как с Украиной. Каждый день в новостях, новости любые начинались. Мы ждем миссию МВФ, вот через две недели должна приехать, но приедет или нет, вообще, так сказать, может быть, так, миссия МВФ откладывается, что делать? Короче говоря, бюджет трещит по швам, это в новостях, об этом все кричали. Вот, что делает Черномырдин? Он помнит, что вот эти всякие финансовые пирамиды так классно заработали денег и такая блестящая идея, почему бы нам не воспользоваться этой же схемой. И Черномырдин выпускает государственные краткосрочные обязательства. Что это такое? Это облигации внутреннего займа, которые на короткий срок и по ним можно получить бешеную доходность, неслыханную в мире пока еще. Вот, и эти облигации с успехом, значит, продаются и размещаются, и, соответственно, деньги появляются, но что значит деньги появляются? Их взяли в долг. Что такое облигации? Облигации это долг, подбешенные проценты, и они краткосрочные. Приходит срок выплаты по облигациям, погашения, где брать деньги? Ну, уже выход найден, давайте выпустим следующие облигации, значит, еще на большую сумму, потому что так классно разместили. Выпускается еще больше облигаций под большую сумму и гасится предыдущий, значит, выпуск, но новые облигации уже чуть-чуть больше процентов. И они тоже краткосрочные. Через три месяца подходит срок погашения облигаций с процентами. Что делать? Надо же их это самое гасить, а денег не прибавилось. И, ну, выход-то мы уже знаем, выпустить новые ГКО. Вот, выпускаются новые ГКО, размещаются, значит, ну, правда, под большие проценты. Вот, и получается принцип финансовой пирамиды, только это уже финансовая пирамида была государственная. Понимаете? И, значит, идет, идет каждый следующий выпуск, как бы, все больше и больше процентов. И уже во всех СМИ пишут, экономисты, то есть, ну, ребята, надо читать просто, что пишут. Они пишут, что ГКО это прямо говорят, что ГКО это финансовая пирамида, говорили. ГКО это все, значит, ведет к дефолту, приведет к дефолту однозначно вот это вот бесконечные выпуски ГКО. И в результате, перед 98-м годом, в начале 98-го года, что делает? Черномырдин уходит в отставку, Ельцин назначает Сергея Владиленовича Кириенко, премьер-министром. Он такой молодой, такой энергичный вообще. Вот, и на него возлагается функция, слушай, ты либо, значит, толкни, блин, экономику вперед, все, что можешь, делай. Вот, и Кириенко в то время, вот, я считаю, что он просто вот буквально герой. Он день и ночь носился, как угорелый, я помню это время, значит, там договаривался с кем-то, давайте, 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 промышленность, значит, поднимайте, что-то делайте. Вот, ну, а что он может уже сделать? Уже, уже нечего было делать, все, друзья мои, накрывается все. И государственный долг растет, миссия МВФ приезжает, не приезжает, денег особо не дают, и, ну, все. Уже где-то весной, весной, где-то с мая месяца уже основная тема во всех публикациях СМИ, ну, вот, экономические, кто вот более-менее грамотные экономисты, публиковались, значит, у них главный вопрос был не о том, будет дефолт или не будет дефолт. Обсуждалось, первое, когда будет дефолт, там, июнь, июль, август, сентябрь, ну, скорее всего, говорят, там, сентябрь, октябрь, так сказать, может быть, дотянут. Но не позже, потому что у нас все любят по осени делать, во-первых. Во-вторых, значит, если будет дефолт, то что будет, если государство отказывается от своих долгов? Что происходит, если государство отказывается от своих долгов? Ну, во всем мире, так сказать, ну, так принято, что этому государству больше никто не дает денег в долг. То есть мы отказываемся полностью, то есть мы расписываемся в том, что мы не возвращаем, и мы понимаем, что нам уже никто денег в долг не даст. Что значит денег в долг не даст? Значит, приход извне, значит, даже кредитных долларов сразу, пымс, обрубается. К чему это приведет? Это приведет к немедленному росту доллара, там, в 2-3 раза по оценкам. Вот к чему это приведет. Ну, это было очевидно, друзья мои. Вот еще в мае месяце обсуждали, когда произойдет дефолт, собственно говоря. И все. То есть это уже было известно еще вот, ну, для меня лично было понятно, что вот еще в мае месяце. Что надо было делать в этой ситуации? Ну, друзья мои, если курс рубля резко упадет, а курс доллара резко вырастет, то надо, понятно, что все свои сбережения перевести в доллары и все, собственно говоря, больше ничего. То есть элементарная вещь. Но к тому времени у меня и так все сбережения были в долларах, потому что, ну, я уж точно в рублях ничего в то время не вел и все. Вот, но к тому времени я уже занимался полиграфией, и у меня уже в полиграфии были не очень такие, не очень хорошее состояние дел, потому что, ну, к тому времени мы уже, так сказать, с полиграфией и поднялись. Фирма была, 6 человек учредителей и разругались. В результате я остался один и ни с чем. Вот, и мне надо было заново просто вот отрабатывать фирму, но всем окружающим. Я говорил, слушайте, если у вас есть деньги в рублях, переводите их в валюту, переводите их в доллары. Однозначно, потому что вот все будет в долларах. Ну, и, соответственно, у меня вся бухгалтерия была в долларах. То есть это понятно. То есть она была долго в долларах у меня. Вот, что произошло, ну, соответственно, для меня-то ничего не произошло, потому что доллары были, доллары остались. Смотрите, что произошло, что я сделал сразу после дефолта. Смотрите, дефолт 98-го года. Внезапно просто происходит. Там 17 августа выступает Кириенко в Государственной Думе и говорит, что я хорошо помню этот момент, там государство объявляет дефолт. Я просто так бамс. Ну вот, то, чего ожидали, случилось. Что будет? Будет завтра, так сказать, резко вырастет доллар в три раза. И, соответственно, все, что у нас есть, продается, так сказать, за доллар. И, соответственно, все это должно вырасти тоже в три раза в ценах. Вот. А в долларах практически все. То есть там сигареты, алкоголь был, так сказать, валютный. Так сказать, все это было за валюту. И я понимал, тогда уже киоски были, значит, кругом, и я-то жил, в принципе, неплохо, так сказать, там уже, так сказать, и машина была. Я не помню, иномарка уже, может быть, вряд ли. Вот. Все-таки, мне кажется, еще Жигули, ну такая вот, или иномарка, не помню. Вот. Машина, значит, там я день и ночь работаю, но, тем не менее, там при делах как бы. Вот. То есть я был в числе новых русских. Вот. И давайте посмотрим, что же произошло в момент дефолта. Ну вот, посмотрите, сейчас вы видите, непосредственно до дефолта доллар стоил, ну, что-то в районе 7 рублей за доллар. И сразу после этого, там были выходные, вот, 16 рублей. С 7 до 16, больше, чем в два раза. Потом, значит, проходит, дальше растет 22, 28 рублей. Понимаете? В 4 раза вырос доллар к рублю. И так как я это понимал, единственное, что я мог сделать в тот момент, когда вот Кириенко объявил о дефолте, я просто взял. Я в то время машину заправлял всегда, так сказать, там, ну, вот по минимуму. То есть я деньги всегда экономил. Жлоб такой был всегда по минимуму. Первое, что я сделал, я поехал на заправку. И заправился полный бак и канистры. Значит, там сколько было, две у меня канистры, две канистры. И стал смотреть новости, будут погромы или нет. То есть я боялся, что будут громить киоски. Вот, потому что, ну, в три раза взлетают, если цены, то все, погромы могут быть. Вот, но этого не случилось, к счастью. И у меня уже тогда было, я полиграфией уже занимался. Вот, все было, все оказалось спокойно. Я уже занимался полиграфией, я повторяю. И полиграфия у меня, ну, так сказать, с нуля начинал уже. Вот. Я платил людям зарплату в долларах. Понимаете? Дело в том, что была бешеная инфляция, ну, не в долларах, по курсу доллара. И когда люди, значит, там, ну, у нас была, так сказать, система такая, процент от заказа. И люди брали заказ, этот заказ фиксировался в долларах. И к моменту выплаты зарплаты, сколько доллар стоит, столько и выплачивалось, ну, в рублях по курсу. То есть, потому что за месяц инфляция была достаточно бешеная. Вот. И что я сделал вот сразу после дефолта? Я объявил людям, что так больше не будет, будет зарплаты выплачиваться в рублях. То есть, заказ был взят там на 400 рублей. И не важно, что эти 400 рублей превратились, ну, в три раза меньше, если через доллары переводить. Я говорю, вот, вы будете зарплату получать уже в рублях, а не в долларах, ну, по пересчету. Вот. И люди возмутились, они сказали, все, мы уходим, мы такие, ты нас обманул и так далее. Я говорю, идите, а что я могу сделать? Вот. Они попытались, может быть, некоторые уйти, но выяснили сразу, что точно так же поступили абсолютно все. перестали считать зарплату в долларах. И люди такие, а куда идти-то, в общем-то? А идти некуда, потому что все так сделали. Вот. Что еще произошло? Я к одному знакомому приезжаю, который тоже был предприниматель такой. Он занимался продуктами, там, магазин был у него. Я говорю, слушай, ну, а ты-то что сделал? Как-то обошлось. Ой, такой удар, говорит он, такой удар, вообще страшный удар. Мы как раз копили, говорит, деньги на машину. Мы мечтали купить Nissan Almero. Вот. И уже практически накопили на машину. И вот он, дефолт. Что делать-то? Ну, и мы бегом, говорит, поехали в салон и смотрим еще по старой цене. И мы покупаем машину по старой цене, на нее еще не подняли цены. Вот что случилось. И я такой, слушай, так ты за 6 тысяч рублей там купил машину? Он такой, ну да. Вот. Ну, короче, он купил машину в два раза дешевле, чем она стоила уже через неделю. Я говорю, слушай, так ты здорово. Он говорит, ну да, 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 вроде как ничего. Ну, еще, говорит, я нашел такую какую-то старую, такой-то, я на старом складе нашел какие-то макароны, такие вот это. Кто помнит, перья такие макаронные были, они были ужасные. Если их варишь, они тоже разваливались и склеивались. Вот. Они стоили страшно дешево, с советских времен еще лежали. Он говорит, я все эти макароны там скупил, они, так сказать, прямо там в деревянных ящиках хранились, так черти как, уже плесенью покрылись. Вот, я, говорит, их расфасовал и там, ну, по 60 копеек за килограмм купил, по 2,40 продал. Говорит, ну, в момент ушли, в лед просто. Я их прямо фасовал и продавал. Говорит, там вообще ужас. Вот. Ну, я говорю, слушай, так ты на этом заработал здорово. Ну, он такой. Ну, в общем, да, удалось что-то, что-то удалось отбить, как он сказал. Вот. То есть, кто-то так. Так, понимаете? Ну, предприниматель, что, значит, он держал руку на пульсе, он моментально сориентировался. Вот так. Я, ну, у меня были доллары, я говорю, я просто зарплату перевел в рубли из долларов. И все. На бирже я тогда не занимался. Ну, а все мои сбережения были и так в долларах. Вот. Что я хочу сказать, что, смотрите, все это было известно за полгода до того, как произошло. И вот я смотрю сейчас новости, да. Смотрите, ситуация один в один с Украиной. Вот я прям просто вот смотрю новости с Украины там и на Украине там. Вот, миссия МВФ должна приехать. Дадут, обещают дать. Может, дадут, может, не дадут. Но ставят такие условия. Они хотят, чтобы мы там весь лес отдали Украину. Где там в Украине лес, так сказать, там и так его мало. Все, значит, на корню вывести лес, значит, на корню еще что-то вывести к буржуям. Только тогда они дадут МВФ землю распродать, требуют. Посмотрите, что сейчас на Украине. А что им делать остается? Руки выворачивают. Вот. Промышленность установлена. Все связи промышленности промышленные разорваны, потому что вся промышленность была связана с Россией. С Россией сказали, все, Россия враг. Вот. А мы с Европой. А Европе украинская промышленность вот нахрен не приснилась, понимаете? Вот. Европе нужны что? Украинские ресурсы, которых не так много, это земля, ну вот лес, там, порты. Вот. Продавайте. И говорят они, и тогда мы вам дадим какую-то подачку. То есть, ну, отложим платежи, грубо говоря. Ну, то есть, друзья мои, не надо там боготворить вот этих всех буржуев, что они... У нас то же самое было, то же самое. Они мне вот... Ну, просто в то время нам говорили, нефть отдавайте, значит, мы вам дадим денег. Ну, просто вот у нас ругают сейчас демократов, там, вот это правительство Гайдара, Чубайса и так далее. Друзья мои, они во время своей приватизации им тоже предлагали отдать всю промышленность, все ресурсы страны нам, и мы вам дадим деньги. Они не отдали. Вот именно в этом заключалась, как бы, идея приватизации по Чубайсу, потому что пусть будет среди бандитов, но это будут наши бандиты. Вот, как бы так, понимаете? И все. Вот. Но еще раз, все это можно было предусмотреть, предугадать. И если бы я был на бирже, то, соответственно, ну, наверное, можно было что-то сделать. Но, по крайней мере, в доллары все перевести, там было все понятно. Поэтому, поэтому нужно что делать перед кризисом? Внимательно смотреть новости, какие тенденции, что тревожит, что не тревожит. Но об этом мы будем говорить дальше, какие сейчас новости, что тревожит, что не тревожит. Честно говоря, пока, значит, смотрите, обмена денег не предвидится, потому что нет инфляции. Инфляции у нас нет. Вот. Вообще. Что еще? Дефолт нам не грозит, потому что перед дефолтом 98-го года у нас был жуткий дефицит государственного бюджета. Сейчас у нас профицит. Дефолта у нас не будет. Понимаете? И люди боятся, что доллар вырастет бешено. Ребята, доллар и так стоит настолько дорого, что, в общем, сказать, он искусственно, наоборот, завышен, а рубль искусственно занижен. Для чего это делается? Для того, чтобы не было дефицита госбюджета. И при этом этого точно не будет. Те уроки, которые прошли, понимаете, с различными кризисами, следующий кризис будет не такой. Вот. Украину ожидает дефолт с огромной вероятностью. Россию дефолт не ожидает. Ну, никак. Вот. Никак. И, ну, Украина уже знает, что гривна, значит, должна грохнуться. Но она уже грохнулась в 4 раза. Еще недавно она стоила 7 целых те же самые 2 десятых гривны за доллар. Я еще как-то помню ездил, когда. Вот. А сейчас она уже, по-моему, 28 гривен за доллар стоит. И это не предел. Вот. Хотя сейчас уже налаживается и гривна даже крепчает. Вот. Поэтому в следующем видео я расскажу про кризис 2014 года. Там тоже было все абсолютно понятно. Тот же самый график нефти. Все показывал абсолютно точно. Добавилось еще, значит, Крым и санкции. Но они просто добавили еще, так сказать, жару и все. И приветик. Вот. Поэтому сейчас, пожалуйста, лайк. Напишите, пожалуйста, что вы думаете. Да. У меня в комментариях кто-то написал, что вот там донаты, значит, там Юрий, так сказать, поставь. И так далее. Ребята, если вы поделитесь моим видео, если вы порекомендуете мой канал, это будет самое лучшее, что вы можете для меня сделать. Я вас уверяю. А деньги с вас брать я, ну, по крайней мере, пока не хочу. Вот. Поэтому поставьте, пожалуйста, лайк. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok